О супружестве. Счастье основано на страхе Божьем. Поздравляю тебя с новобрачными, а Энн с новой супругой. Сердечно желаю им взаимного супружеского союза и мира, а тебе утешения в их благопокорности, достодолжной почтительности и уважения, какое приличествует родителям от благоразумных и послушных детей. Все же трое должны помнить и не забывать того, что тогда только жизнь наша будет проходить мирно и благополучно, когда мы не будем забываться и забывать Бога, Создателя нашего и Искупителя, и Подателя благ временных и вечных. Не забывать же Его, значит стараться жить по Его божественным и животворным заповедям. И в нарушении их по немощи нашей искренне кается и немедленно заботится об исправлении своих ошибок и отступлений от заповедей Божьих. Всеблагие Господь доутвердит нас на спасительном своем пути. Семейные тяготы Семейные тяготы должны переносить, как добровольно избранную нами долю. Задние мысли, тот скорее, вредны, нежели полезны. Спасительна лишь молитва Богу о себе и о семействе, да сотворит нам полезное по своей святой воле. От души желаю вам всего того, что вы выразили в вашей краткой приписке касательно истинного разумения дел и кроткого обращения с другими, И благодушного перенесения скорбей и благоразумного отражения человеческих интриг и козней исконного врага. Поминайте царепророка Давида, который, помощью Божией, пройдя подобные обстоятельства, писал так, «Терпя, потерпех Господа, и вня тми, и услыша молитву мою, и возведемя от рова страстей и от брения тины греховной, и постави на камени заповедей Божьих нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пения Богу нашему». Псалом тридцать девятый Без столкновений прожить невозможно Пишешь мне о случае, который произвел на всех вас неприятное впечатление. Что делать? В старину люди давно решили, что век без притчи не проживешь, и прибавили, что и горшок с горшком сталкивается. Тем более людям, живущим вместе, невозможно пробыть без столкновения. И особенно это бывает от различных взглядов на вещи. Один о ходе дел думает так, а другой иначе. Один убежден в своих понятиях, кажущихся ему твердыми и основательными. А другой верует в свои разумения. Ежели по первому правилу арифметики слагается один и один, то выходит два. Если же по третьему правилу помножить два на два, то выйдет уже четыре. Если же дело дойдет до дробей, то окажутся цифры вверху и внизу, а посреди них черта. Так бывает и в делах человеческих. Если их сильно раздробить, то неудобно окажутся и вверху и внизу, с какой-либо преградой посредине. Как прежде я тебе писал и говорил, так и теперь скажу. Ежели будешь веровать в промысел Божий и надеяться на всесильную Божию помощь, то не встречишь никаких неудобств. И будешь всегда пользоваться возможным спокойствием душевным. Когда же будешь заботиться о том, что может и не случиться, потому что предположения по большей части неверны и ошибочны, то только напрасно будешь себя беспокоить. Тебе думается, как бы не отказали тебе вдруг. Из получаемых мною писем не вижу я и намека об этом, и не думаю, чтобы с тобой так поступили, разве уж по каким-либо особенным непредвиденным обстоятельствам. Мало ли что, предлагают люди, не всегда это применяется к делу. Я тебе советую держаться золотой середины в обращении с младшими и старшими, стараясь не настаивать на своем и делать по своей обязанности то, что будет возможно по соображению, руководствуясь страхом Божиим и своей совестью. Призывая на тебя мир и благословение Божие, остаюсь с искренним благожеланием всего тебе душеполезного, внешние же неудобства надо потерпеть. Надо терпеть Ты ожидала себе успокоения, а получила огорчение. Что делать? Не унывай, а утешай себя мыслью, что ты не лучше святого царя Давида, который во всю свою жизнь претерпевал семейные расстройства и скорби. Больше твоего не во столь раз. Всего описывать не буду, а скажу только, что сын его Ависалом решился низвергнуть отца с царского престола и покусился на его жизнь. Но святой Давид искренне смирился пред Господом и пред людьми, не отвергнув досадных укоризн от семея, а осознавая свою вину пред Богом, смиренно говорил другим, что Господь повелел семею проклинать Давида. За такое смирение Господь не только явил ему помилование, но и возвратил царство. Мы должны быть рассудительны, то есть должны прежде всего заботиться о получении милости Божией и спасении вечного, а не о том, чтобы возвращать прежнее царство, то есть временные блага, которые выпали и выпадают из ослабленных рук сына. Впрочем, силен Господь исправить и его, если только он захочет преклониться под крепкую руку Божию. Нужно смиренно и с верой молиться Богу об этом, да вразумит его и нас. Довольство портит людей Касательно Энн. Слова наши переданы верно, что О.А. советовала вам постращать ее монастырем, чтобы удержать от попытки возвратиться в родительский дом по известной причине. Слава Богу, что Энн осталась жить с мужем, хотя и в нужде, но довольство и изобилие портит людей. От жиру, по пословице, и животные бесятся. О запрете на развод Энн вам говорит, что развод между супругами запрещен Господом и Иисусом Христом. Читаем собственные слова Господа. А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Матфея 5 глава 32 стих Из этого каждый может увидеть, что развод запрещен Господом не безусловно. И если супруги соблюдают верность друг другу, то не должны им разводиться, а в противном случае связывать супругов неудобно. Этому правилу следует и Святая Церковь. Утешение покинутой жене Пишешь, что тебя муж отослал, и ты, не имея себе пристанище настоящего, какого желалось бы тебе, скорбишь. Почему решилась прибегнуть к Богу и просить Его на основании евангельских слов? Просите, и дастся вам. И что же, вот и проси, и проси несомненно и терпеливо, получишь. Будь же благоразумна в прошении, чего просишь. Он сказал, ищите прежде Царство Божие и правду Его, а сия, то есть временное, жизненное, вся приложится вам. Учит просить так. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и внидите узкими враты в небесное Царствие. А святой апостол Иаков говорит, не имете, за ней не просите, просите и не приемлете, за ней зле просите, да в сластьях ваших и ждевете. Итак, проси у Господа терпения, и Он тебе подаст и укрепит на таком пути, который ведет в небесное Царствие. Он говорит, аз есим путь и истина. Ты не знаешь намерений Божия о себе, поэтому молись, да будет над тобою святая Его воля, на которую и возложи смиренно упование и надежду твою. А пьяница мужа, молись Богу. Муж твой чрезмерно предан винопитию, а ты с ним жестоко обращаешься, бьешь его, когда он бывает в нетрезвом виде. Боем ничего не выбьешь, только большую досаду причинишь. А ты лучше с верой и усердием молись за него, святому Иоанну Крестителю Господню и мученику Вонифатию, чтобы Всеблагий Господь по молитвам своих угодников отвратил его от пути погибельного и возвратил его на путь трезвой, воздержанной жизни. Брак между родственниками Спрашиваешь о браке племянника и племянницы, между родственными лицами, говоря, что ныне разрешают. Что ж толку-то, что разрешают? Супружеского счастья не бывает за это, да и на детях отражается неизлечимой болезнью, а поэтому я не могу советовать решаться на подобные браки. Католику, женатому на православный Если вы соглашаетесь принять истину православия, то следовало бы вам принять ее без всяких условий как истину, а вы пишете «Я готов исполнить желание жены моей, но лишь в том случае, если принеся свое убеждение в жертву, я увижу ее в полном здоровье». На это вам скажу, что условие это весьма неуместно, потому что болезнь жены вашей, может быть, произошла по вашей же вине, или не почитали вы праздников в супружеских отношениях, или не соблюдали супружеской верности, за что и наказываетесь болезнями жены, так как мужу приятно иметь всегда жену здоровую. Если вы постараетесь искренне исправить свою жизнь и искренне примите истину православного исповедания, то силен Господь возвратить здравие супруги вашей, если только это будет полезно вам обоим. Всеблагие Господь всегда устрояет только полезное, душеполезное и спасительное. Господь глаголит о себе в Евангелии. «Аз есм путь истина и живот». Молитесь искренне и с верой всеблагому Господу, чтобы извел вас на истинный путь спасения.